Когда мы все это настроили, аппарат начинает искусственную седацию легких в режиме АМВИ. Сейчас мы не трогаем наше тестовое легкое, и фактически это имитация пациента, находящегося на седации и релаксации. Аппарат в данном случае рассчитал целевой минутный объем вентиляции, целевую частоту, целевой дыхательный объем достижения данной частоты. И сейчас потихонечку подстроят частоту дыхания и используем уровень фреш-контроль, таким образом, чтобы войти в целевой диапазон. Ему это удастся сделать. Дальше мы можем смоделировать ситуацию, что наш пациент потихонечку начинает просыпаться, и начинает небольшое количество слабых дыхательных попыток осуществлять. Это приведет к тому, что количество вставочных вдохов принудительных будет уменьшено ровно на то количество, какое пациент сделал на себя дыхательную функцию. Если мы дышим реже, а пациент дышит реже, аппарат вставляет меньше вдохов. Если мы начинаем дышать чаще, аппарат вставляет меньше вдохов. И для всех принудительных вдохов аппарат будет автоматически подбирать уровень фреш-контроль, таким образом, чтобы рассчитанный дыхательный объем пациента дать. Для всех подлагательных вдохов аппарат будет подбирать уровень фреш-саппорт, для того, чтобы дать тот же дыхательный объем. Соответственно, чем сильнее мы будем пытаться сделать дыхательную попытку, чем больше пациент берет на себя работу дыхания, тем меньше будет уровень фреш-саппорта. И мы можем здесь мониторировать, сколько у нас спонтанных вдохов, мониторировать состояние пациента и понимать, что сейчас в основном работает пациент или аппарат с точки зрения обеспечения функции нынешнего дыхания. Дальше по поводу вот этих триггеров. Если мы сейчас посмотрим на кривые, попытаемся имитировать ситуацию, когда аппарат будет автоматизировать переключение сдоха-набытых, то, что это вот Intel Cycle, он анализирует кривую давление, и как только пациент во время спонтанного вдоха пытается сделать выдох, часто пытается имитировать, аппарат автоматически в виде маленьких пик на кривой даст пациенту это сделать. Это позволяет увеличить скомпорт пациента за счет избегания такого варианта асинхронии, как позднее переключение с вдоха на выдох, когда пациент уже подключает дыхательную мускулатуру для того, чтобы осуществить выдох, аппарат продолжает осуществлять вдох, тем самым вызывая дискомфорт, десинхронизацию. И в целом, если своевременно не распознавать асинхронию, достаточно часто решением врача не всегда правильно является увеличить седацию или меролаксацию, хотя, возможно, надо просто немножечко настроить триггеры. И то же самое у нас сейчас отключат какой-либо триггер по потоку или по давлению. В спонтанной вдохе мы снижаем вот эту кривую. Это гораздо более чувствительно, чем ждать, пока давление в контуре снизится до уровня триггера. Это позволяет избежать такого варианта асинхронии, как неэффективное триггирование. Но это то, как работает режим AME. Из того, о чем мы сегодня говорили, это мы говорили про функцию отлучения. Если мы ее выбираем, то какие у нас есть возможности? Во-первых, у нас появляется возможность оценки силы дыхательной мускулатуры. То, что negative inspired trip force. Я, правда, на обмешке никогда не пробовал, но сейчас попробуем это запустить. В чем идея? Можно кому-нибудь попрошу зажать эту кнопку «Держать», а я буду имитировать пациента. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Фактически это маневр построения квазистатической кривой давления и объема. То, что всегда в учебниках по RDS приводят красивую кривую. Если вы видели в учебниках по RDS красивые кривые давления и объема, и смотрите на то, что рисуют аппараты VL в режиме спериметрии, они никогда не бывают такими красивыми, как учебники, потому что это динамическая петля. А в учебниках рисуют статическую. Это статическое, отличается от динамической. Во-первых, исключается влияние сопротивления, оценивается только компания. Во-вторых, исключается влияние самого пациента на эту кривую. Соответственно, аппарат дает нам возможность построить статическую кривую. Для этого пациента надо седатировать, релаксировать, зайти в этот маневр, установить параметры построения этой кривой и нажать кнопку «Пуск». Что произойдет? Аппарат дает пациенту полностью выдохнуть, и потом медленно, 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 медленно будет создавать поток с заданной вами скоростью. Гораздо медлее, чем он осуществляет при аппаратном вдохе, повышая давление до достаточно высоких цифр, которые вы ставите, и потом также медленно его снижаем. Это позволяет получить красивую кривую, которая полностью исключит влияние резистанса, будет отражать только комплиенс. На самом деле, на тестовом легке ее очень сложно сымитировать, но давайте попробуем, потому что очень отличается от реального пациента. Что делает аппарат? Он сейчас дотал пациенту полностью выдохнуть, постепенно создает медленный-медленный-медленный поток и мониторирует, при каком давлении, какой объем легких помогать, видимо, будет. Продолжение следует... 005. а 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 и поэтому служит официальной датчик. Если у вас есть два два, то там можно обучить соответствие вести сферозного давления, и аппарат позволит вам, если сферозного давления будет защититься с ферменами давления, это вам может понадобиться в лечении в результате сферозного давления, это таково сферозного давления тоже является одним из вариантов подбора сферозного давления облицентра сферозного давления синдрома. Но в целом, это две вещи, которые нападают в институте расширяется сферозного давления, в значении которого, в данном случае, большого количества параметров экспериментов. Доворить о том, что вам объявляют отпорядок и опций, которые использованы. Например, по комп激 eerски р optimistent есть. И еще есть вопрос о перегрузке, но на самом деле она не очень важна. Продолжение следует. 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 между измеряемым давлением и тем, что реальное давление в трахе, оно может быть достаточно большим, поэтому позволяет вам ориентироваться на реальное давление в дыхательных путях. Расчетное. Вопросы, пожелания? Спасибо вам.